Дело Павла Шеремета. Спустя почти 10 месяцев после убийства журналиста и после журналистского расследования полиция допросила Игоря Устименко, бывшего сотрудника СБУ, который был возле дома Шеремета в ночь, когда заложили взрывчатку. Так прояснилось ли что-то после его показаний или тайн стало больше? Анна Каменева продолжит. 20 июля 2016-го. Циничное убийство журналиста Павла Шеремета в центре Киева. Почти 10 месяцев следствие топчется на месте. Тем временем журналисты находят нескольких возможных свидетелей установки взрывного устройства. Среди них Игорь Устименко. Он на Шкоде был неподалеку от дома Шеремета в ночь перед трагедией, до, во время и после закладки взрывчатки. Как оказалось, полиция его даже не допрашивала. Сделать это попытались журналисты. Ну вот человек с такой сумкой через плечо получается. Это вы? Это я, по всей видимости. Ну вы помните, что вы там были? Давайте, давайте, чтобы они это самое. Да, это было, я же уже говорил. Это была такая работа, что это частные услуги оказались. Там несовершенны дети. Милиция вас не искала по этому делу? Позже авторы фильма выяснили, у Стименко сотрудник СБУ. В ведомстве уверяет бывший. И в интересах службы безопасности после увольнения не работал, уверяет Грицак. Однако допросить своего бывшего сотрудника в ведомстве не могут. Мы не можем выкликать его на допыт, не имея дорученности о приводе следствия национальной полиции. Поэтому мы посприяем его в установленном месте, в доставлении, в чем угодно. Так получил ли повестку у Стименко? Будет ли сегодня анонсированный президентом допрос? В полиции молчали. Заговорили только ближе к вечеру. Но опять никаких деталей. Скупые комментарии прикрываются стандартной фразой тайны следствия. Информации ноль. Неизвестно ни в котором часу начался допрос. Нисколько длился. Ничем закончился. И главное, оказался ли у Стименко полезен следствию. Пока в полиции продолжается игра секретные материалы, свое недовольство расследованием уже выразил и президент. На жаль, я ждал большего, лучшего результата. И не задоволен, что у нас нет вбивки, он не притягнутый к ответственности. Я хотел бы благодарить журналистам, которые провели свое расследование. Одразу же после этого расследования я зателефоновал к Князеву, попросил, чтобы он встретился с журналистами. И все материалы, которые есть в распоряжении журналистов, экспертов, были долучены до справы. Глава нацполиции действительно встретился с авторами фильма. И хотя министр внутренних дел уверял, вызовут их для допроса, пока что показания журналисты не давали. Анна Каменева, Ирина Романова, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Ирина Романова, Алексей Шматов. Ирина Романова, Алексей Шматов. Ирина Романова, Алексей Шматов. Ирина Романова, Алексей Шматов.